Всем доброе утро, ребята! Как и обещала, сегодня я покажу вам нашу квартиру. Близко всему, сниму день жизни, покажу, чем мы занимаемся здесь в Гуа, и что здесь вообще есть. Хотя я, в принципе, уже давно все показала в своих предыдущих видео, которые снимала в прошлом году, но я думаю, что каждый год здесь есть что-то новенькое, и, в общем, буду показывать. Там у меня голуби с ума сходят, сейчас покажу вам. Прикол в том, что у нас в этой трубе живут два голубя, и они постоянно спариваются. Ну, что там происходит, я не знаю, но вот эта труба, она ходит ходуном. В общем, мне жалко их гонять оттуда, потому что там у них домик свой. Это новая квартира, мы здесь не разную жили, в общем, здесь она считается, опять же, однокомнатной, но по нашим стандартам это двухломатная квартира, потому что там отдельно спальня. Здесь, типа, зал-студия, кухня и, в общем, зал. Знаете, какой большой минус? Здесь нет стиральной машины. Вот, это ужасный минус. У нас в предыдущей квартире в Сиалеме была стиралка, это было очень удобно. Здесь стирала практически ни у кого, нет варпоре. Ну, в общем, спальня тоже классненькая, хорошенькая, чистенькая, миленькая спальня. Большой комод, в общем, в этом комоде поместились практически все наши вещи. Да, чемоданы, в общем, здесь стоят. На комоде здесь моя косметичка огромная. С собой я, конечно, взяла только часть косметики необходимой. Не знаю, может быть, сниму пару видео с макияжем. Вот. А еще покажу вам мой органайзер для косметики. Так я ее перевожу, вот в чемодане. Коробка для инструментов предназначена, в общем. Вот так она раскладывается. Я не знаю, если они в нашем городе, я купила ее в Японию. И теперь я в ней перевожу всю свою косметику, все свои баночки, шампуни, гели для душа в багаже. Плюс ко всему косметику самую необходимую я просто закрываю и упаковываю ее в чемодан. Дальше сверху вещами закладываю. Зато ничего не помнется, не раздавится, жидкость не протечет, потому что здесь реально плотная коробка. Мне это очень нравится. Мы живем, в общем, в другом блоке. Раньше мы жили там, в доме. Там есть бассейн. Но мы тоже имеем право пользоваться тем самым бассейном, тренажерным залом и баней. Обошлась нам эта квартира, как и в прошлом году, 30 тысяч рупий. Это 500 долларов. В том году я мало ходила в тренажерный зал. В этом году я решила наверстать упущенное. Плюс ко всему все равно мне нечего делать. Я утром просыпаюсь и думаю, надо пользоваться моментом пока рядом, под жопой, так сказать, спортзал. Поэтому я поднимаю свою толстую пятую точку и иду в тренажерный зал. Просто на кардио прохожу 5 километров. Сегодня я буду делать то же самое. В общем, здесь ничего не изменилось. Если вы смотрели прошлогоднее видео, я вам показывала эту территорию. Не отеля, это жилой комплекс. Вон бассейн. Все, ребята, я это сделала. Прошла 5 километров быстрым шагом. Я считаю, что бегать это вредно. Поэтому, в общем, я всегда быстрым шагом хожу. То же самое делают и японцы. Конечно, это спорное мнение, но лично мое мнение такое, что бегать это вредно. Каждое утро кто-то сигналит, здесь я не могу понять, кто. А, это парень, короче, что-то развозит. Завтрак у меня примерно вот так выглядит. Это хлопья органические, между прочим, хлопья без сахара. Здесь продаются они в Гуа. Здесь, в общем, в Гуа продается очень много всего органического, натурального, полезного. Обычный чай с молоком и сыр паниру, который продается тоже только в Индии. И, по крайней мере, больше нигде я его не встречала. И авокадо обязательно. Я каждый день здесь употребляю. Сейчас мы едем в Мапусу. Мапуса или Мапуса. Это город маленький, возле Гуа расположен. Пойдем мы туда на мопеде. И, да, мы арендовали байк. В этом сезоне очень мало туристов, особенно из России, Украины, в связи с тем, что вообще рубль сейчас сравнялся с индийской рупи. Это невыгодно для граждан России. В общем, не так выгодно, как было раньше. Мапуса находится рядом, поэтому мы доехали за 15 минут, наверное, на мопеде. Вот водокон. Сейчас будем разбираться еще к интернету. Вот он, в общем, водокон. Вот он наш байк. В этом году у нас белый. Если вы думаете, что в Индии не продают говядину, то вы ошибаетесь. Посмотрите за мной. Прилавки здесь продают бис. Возле Мапусы, в Гуа, здесь продают арбузы от 50 рута до 100 за штуку. Очень много и очень они сладкие, вкусные и сочные. В общем, классные арбузики. По дороге остановились попить кокосовую воду. Я просто ее обожаю. Каждый день пью. Вот что мы купили на рынке. Маленький арбузик, гуава, гранат и клубника. А еще я купила литр кокосового масла за 150 рут. Очень классно. Мы сейчас поедем на пляж. Скорее всего, во швем. В общем, все, приехали мы с пляжа. Где-то часа два назад. Сейчас я собралась идти на Night Market. Кто не знает, в общем, что такое Night Market. В прошлом году снимала отдельное видео прям про это. Посмотрите, мы туда не за покупками едем, мы просто там, типа, потусить. Начесала себе вообще такой ракет, смехи, красные губы. И прикольный у меня такой наряд. Посмотришь на меня, если хочешь кушать. В общем, топ. Да, надену кеды, короче, еще на, может быть, кожу на куртку, потому что прохладно. Вот они, наши голубочки. Привет. Парочка твикс. Всем доброе утро, ребята. Не обращайте внимания на мой тюрбан. Дело в том, что я сделала маску для волос. В общем, я делаю особую смесь из различных масел. Потом я обязательно покажу этот рецепт. И вот хожу с этим тюрбаном целый день. Страдавечер, потом вечером я мою голову дам. Все, буду заканчивать свой влог. Надеюсь, вам понравилось это видео. На самом деле, я снимала несколько дней подряд. Как бы, влог не одного дня. Здесь, на самом деле, каждый день что-то происходит. Поэтому, я думаю, много будет видео с влогами. Вот. Еще буду снимать параллельно другие видео, которые вы просили, запрашивали в Инстаграме. Вот. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok